Здравствуйте, друзья! У нас сегодня гость. Зовут гостью Тамила. Откуда сами будете? Я из Украины. Да вы что? И такое характерное украинское имя. Нет, имя Крымско-Лотарское. А, так вы откуда из Украины? Я из Крыма. Прямо оттуда? Где жили? В Симферополе. Да вы что? Бывал. Только придвигайтесь ко мне, а то вас мало в кадре жили в Симферополе. И когда в Америку попали? Два года назад. Уже после всех событий. Так а грин карту выиграли? Нет, я вышла замуж, сюда переехала. Отлично. Американцы или так из наших? Американцы. А английский вы уже знали? Знал. А как? Откуда? Я любила английский и учила самостоятельно. Понял. Образование какое у вас? Кандидат наук в области права. Юрист. То есть вы институт закончили и аспирантуру, наверное, и получили ученую степень. Что с ней делали потом? И сюда приехала. Сразу? Угу. Ну хорошо. Значит, то есть вы не успели там поработать в юриспруденции там? Можно сказать нет, у меня маленький стаж. Хорошо. Значит, каким образом вы оказались в тестировании? Значит, Амила закончила нашу школу. И, собственно, цель встречи у нас такая, что рассказать о работе, да, там, о поиске работы. Но вот просто мы так приближаемся к этому. Как вы к нам попали? По-моему, в гугле я нашла, в поисковике. А что искали? Что там вот так? Там тоже порно в компьютерскую раз выходит. Нет, я тестирование искала. А откуда узнала про тестирование, не помню. Просто искала тестирование. Я знала, что есть какие-то курсы. Что-то есть здесь. Что-то должно быть. И нашла школу. Я понял. То есть где-то оно витало. И вы так уже пошли изучать. И мимо нас не могли пройти. Да. Ну, хорошо. Так, учились. Легко учиться было юристу? Нормально. Но нужно было много учить, запоминать много. Запоминать, а понимать? Понимать легко было. Много запоминать надо было. А что нужно запомнить, например? Все определения наизусть надо было учить. Да. Ну, хорошо. Ладно. Определения наизусть. На практику ходили в компанию? В компанию? Да. Ну, вот у нас после школы интерншип. А, нет. А чего? А я не сдала экзамены выпускные. Проводила четыре раза. Что, серьезно? Да. А на чем же вы? На чем же вы сыпались? На чем? Не будем об этом. Друзья, вот такие интересные обстоятельства. Я совершенно... Да ничего себе, кандидат наук. Так, засыпался. Ну, и так что дальше было? А дальше вы меня отправили в лягушатник, так называемый? Вы у нас тут были на проекте на этом? Хорошо. У нас есть в школе свой проект. Так. Но на самом деле с этого проекта мы частенько людей выдергиваем и по компаниям все равно разбрасываем. Потому что, когда некого послать, уже думаю, а у нас лягушатник есть. С вами этого не произошло? Нет, со мной этого не произошло. Вы сидели себе в лягушатнике. Да. Оттрубили проект. Да, почти. Да, почти. Я просто начала смотреть на сайтах и отсылать свои резюмы. Давайте так. Сколько времени у вас прошло от момента, когда вы начали рассылать резюме? То есть вы так всерьез начали рассылать или так? Нет, я отправила, может быть, 4-5 резюме. То есть вы баловались? Да. Отправила 4-5 резюме и что-то произошло? Да, и одно откликнулось. Одно резюме. Одна позиция? Да. Откликнулось в виде чего? Они хотели поговорить или они говорят, приходи на интервью? Нет, они мне позвонили и сразу провели 20 минут на интервью по телефону. Так, это называется фон-скрининг такой. Да. Значит, друзья, интервью это когда, бывает и по телефону интервью, но интервью это когда задача такая, нанять или не нанять. Если задача понять, хотим ли мы позвать на интервью, тогда это называется фон-скрининг. Хорошо, 20 минут фон-скрининг, дальше. И говорят, приходи на интервью. Нет, сказали, что мы вам перезвоним. Потом через пару дней они перезвонили, уже другой человек. Уже, наверное, мы час общались по телефону. А это уже было интервью? Да. То есть вы не ходили в компанию на интервью? Нет, я пошла, это было третий раз уже. Через неделю они мне позвонили еще раз и пригласили уже на интервью в компанию. Я там общалась с другими людьми. То есть сразу группа была или по одному? Там было двое, два менеджера было. Значит, компанию вы скрываете или мы так можем поделиться? Это как вы хотите. Задумывать, да, не надо? Но это большая. Друзья, это очень и очень и очень большая компания. И компания это не из области программного обеспечения. Но у них там есть продуктов много для внутреннего употребления. А вот что вы тестируете с точки зрения технической? Что это под Windows, Биогрид или там вебовское, или на мобилках оно там? На чем? В основном это веб-бейст аппликашнс. Так. У них нет мобайл аппликашнс, потому что для внутреннего использования им нужны мобайл аппликашнс. Бывает. Ну да. Там у них есть несколько проектов по менеджменту документации. Так. Они там разные почему-то и, видимо, с разными целями. Мы для какого-то отдела один проект, для второго отдела другой проект. Я сначала работала, меня взяли с испытательным сроком, так называемым. Они называют это тренинг. Трейнг. Окей. То есть вас еще должны учить? Ну, они так это назвали. Я так поняла просто, что чтобы получить LAN-ID, это доступ ко всей системе, они называют это LAN-ID, это занимает долгое время. У меня заняло это месяц. И до того, как вы получите LAN-ID, вы не имеете доступ никаким ресурсам, никаким... А как же тестировать? И поэтому я не могла ничего тестировать. Поэтому вы как бы на тренинге, значит? Да, и поэтому, так как они не хотели платить за то время, пока я просто ждала свой LAN-ID, они это назвали тренингом. Но тренинг оплаченный немножко. Нет. Вообще бесплатный? Бесплатно. Ну, две недели бесплатные. Вот, ребята, вот вам большая компания, вот вам, значит... Господи, ну, хорошо. Да. Все-таки, значит, вы послали 4-5 резюме. Через какое время вы уже вышли на работу? Как быстро это произошло? Это было очень медленно, потому что такая компания большая, и там есть какая-то опасность. С экстремальными ситуациями, как мне объяснили, с всякими диверсиями и так далее, и мой бэкграунд-чек занял 2 месяца. Они 2 месяца меня проверяли. Подождите, а вам не сказали, ты выходишь с условием, что если бэкграунд-чек не пройдет, то мы тебя отправим? Нет, не сказали, мы должны ждать результатов бэкграунд-чека, и на основании результатов мы вам перезвоним. То есть вас серьезно гоняли? Да. Обычно этот бэкграунд-чек занимает, за день делается? Нет, 2 месяца они. Причем они позвонили по всем номерам, которые я указала в своем резюме, и везде в Украину, везде они. Видимо, это не резюме, а там какую-то аппликейшн заполняли, когда уже получили эфир. Нет, нет, это в резюме именно так. То есть по компаниям, которые в резюме, они сказали, дайди телефон, да, или что? Или сами искали? А, они, по-моему, дополнительно мне выслали. Специальную формочку надо заполнять, конечно. Чтобы более подробно заполнить адреса, телефоны. Но вы работаете, вы не сотрудник вот самой этой большой компании, а вы консультант через какое-то агентство. Да, через посредника. Ну да, да, их много, вендоры так называемые. Да, да. Хорошо. Вендоры вас не обижают, там платят аккуратно. Нет, нормально. Денежка и не обидели? То есть вот вы знаете примерно, как ребята на первую работу выходят? Нормально бы не обидели. Ничего. Секретная сумма, так мы не скажем. Да. Не скажем, но не обидели. Нет, нормально, мне нравится, да. Хорошо, ладно. Так какой у вас опыт, которым хочется поделиться, вот чтобы другим тоже было полезно? По интервью? Ну, например. Потому что по поиску работы у вас опыта нет, послала пять резюмей и все. По интервью я поняла, что нужно учить все наизусть, все определения. Потому что то интервью, которое было по телефону и в офисе, они мне час спрашивали все определения, все, от и до. Давайте я уточню. Они спрашивают у меня, что такое там регрешн-тестинг, да? Они после этого не говорят, ну, приведи пример, расскажи, как ты делал этот регрешн-тестинг в той компании. Да, да. Спрашивай. Все определения, все с примерами должны быть. Это значит, что определения меня отделаться. Определение, это должно стать иначе, знаете, что меня раздражает? Вот когда ты человеку говоришь, что вот это такое? Он говорит, вот например. Какой например? Нет, сначала надо определение. Какой например? Ты чего, с высшим образованием? Вот например. Что, третий класс, что ли? Начальные школы? Вот например. Не могут. Не, ну, нужно сначала дать четкое определение, они прям внимательно слушают. Если что-то там запинаешься, они такие сразу на тебя смотрят, и ты имела в виду это? У них нет скидок на то, что я одно язык? Нет, нет, нет. Они очень жестко спрашивают, очень прицепились ко всем определениям. Почему-то они меня гоняли именно по теории. И потом спрашивали конкретные примеры из твоей практики, как ты делала регрешн, как перформанс-тестинг, какие тулы ты использовала. Инструменты, да. И какие, как ты поступила бы в этой ситуации, как ты поступила бы в той ситуации. И, говорит, приведите примеры из практики, как вы поступали в этой ситуации. Такой вопрос я вам дадам. Два человека с вами беседовали вот уже в самой компании. Как долго? Полтора часа примерно. Вместе? Да. Сразу двое? Да. Полтора часа. Это не безумно много. Могло быть, знаете как, вы могли бы беседовать с четырьмя по 45 минут, и было бы три. Это очень распространенный вариант. То есть вас недолго. Может быть потому, что вы два отбора уже до этого прошли, и не нужно было столько. Да, предыдущие меня спрашивали по автомейшн и по датабейс, по телефону. Но по телефону, про автоматизацию. Они спрашивали на каком уровне? Общие понятия или они конкретно вот... Они хотели узнать, брать меня на автомейшн или на мануал тестированный. Так, куда взяли? На мануал. Мануал, так, взяли наручную. Да, да, то есть они по телефону поняли, что у меня недостаточно хороший уровень. Автоматизация. Да. Ну, это правда. Это правда. А вы же у нас сделали автоматизацию на вашем проекте, да? На вашем проекте нет. Я самостоятельно. У нас там есть. Я не дошла до этого проекта, очень хотела, но не дошла. Окей, хорошо. Значит, учить... Ваш совет по одной... Это опыт одной компании. Учить определение. Мой опыт на большом, так сказать, поле такой, что обычно они говорят, о, там, презюме смотрят, о, вот это, говорит, ну, расскажи, как делал. А потом уже, когда ты начинаешь сыпаться, они говорят, ну, подожди, а что ты имел... А что... Вот ты сказал регрессион, а что такое регрессион, да? Там, ну-ка, объясни. Если человек говорит к месту и не сыпется, и все у него складненько, его не спросят, а что ты имел в виду, а как ты это определишь? Обычно, вот это мой опыт такой. То есть у вас как, что сначала... Я не сыпалась. Я не сыпалась, я ответила на все вопросы, и поэтому они мне не давали, ну, не давали мне дополнительных вопросов. То есть все было понятно, что я знаю. Когда вы попали уже на работу? Сколько вы уже там на работе? Сначала было три недели, ну, две недели тренинга, так называемого. Бесплатно. Да, и вот эти первые три недели я помогала регрессион тестирования проводить, автомэйшн тестинг. Вот в тот момент, когда вы учеником бесплатным помогали, у вас было ощущение, что вы в теме, или у вас было ощущение, что вы не знаете, что делать, за что хвататься, и вам нужна помощь извне срочно? Мне было все понятно, за исключением того, что, так как я не писала тест-кейсы, и вообще не понимала, о чем это приложение, мне сразу посадили помогать в регрессивном тестировании. То есть тестировать то, не знаю что. Да, тестировал то, не знаю что. Так. Я как бы смотрела, как работает веб-драйвер. Веб-драйвер – это инструмент для автоматизации тестирования. Да, вселение веб-драйвер. И потом проводила дебаггинг. То есть искала ошибки. Да, ручной дебаггинг. И находила ошибку, и составляла на листике небольшой отчет, где завалилось. Хорошо. Итак, первые три недели вы участвовали в этом процессе. В этом процессе. Потом, какой стал процесс? Потом они решили, что, так как я подавала и вообще пришла на… Это они называют «Functional Testing» или «Manual Testing». Нет, это… Они называют «Manual Testing» и «Functional Testing». Хорошо, так, ладно. Да, и они говорят, что это «Functional Testing Team», «Ты там будешь работать». Я говорю, «Хорошо». И у меня получилась должность «Тест-аналист». Хорошо. Да, и они мне познакомились с новым проектом. Этот проект очень интересный. Ну, хотя бы объяснили, что делает тест. Ну, да. Так. Там был один человек, который занимался всеми тестированными. То есть, на проекте был только один… А вот компания большая. Да. Денег много. Документированы требования или вот баллы все вот… Документированы требования. Ну, это большое дело. Это подспорье большое. Так. Да, то есть, там был один человек, который работал на этом проекте и который хотел уже или до сих пор хочет уйти с этого проекта, и поэтому он должен был мне передать этот проект. И он мне начал все объяснять самому началу. мне дал все документацию, я изучала его самостоятельно. То есть не пытался скрыть от вас? Нет, потому что он хочет избавиться от этого проекта. Он до сих пор очень хороший учитель, всему меня обучает, обещал. А вот на предыдущем проекте, где автомейшн, вот там не хотели со мной делиться информацией вообще. Такой вопрос. С точки зрения, там много тестеров поговорили, да? С точки зрения этнического разнообразия, вот если посмотреть на всех тех тестеров, которые вы видели, тестировщиков, как в отечестве у нас говорят, значит, они кто? Индусы все. Практически все. А как же, вот, то есть вы прям совсем там одна такая? Я одна, не индуска. То есть не было американцев, китайцев, никого? И в тестинге нету? То есть вас просто как-то, наверное, взяли, чтобы разнообразить? Наверное, да. Команду. Может быть. Хорошо. То есть вот этот индус, который хочет скинуть проект, он делился? Да. Он рассказал, показал мне всю документацию, объяснил, как работает приложение. Потому что так как приложение работает совместно с некоторыми другими приложениями, с четырьмя другими приложениями, они взаимодействуют между собой, то мне пришлось изучать те четыре приложения, это приложение, и еще несколько вспомогательных тулов. И все это надо было делать очень быстро. Но все это с позиции пользователя. То есть вы должны были понять, как пользователь этим пользуется. Да. А вот этот пользователь, который должен этим пользоваться, он понятно, что делает? То есть вот все-таки вы приезжали в какую-то компанию, и там какие-то люди, мало ли, чем они... Может, одни уголь копают, другие там сталь переплавляют, третий там самолет ремонтируют. И вы что же должны понимать, что они там делают? Мне пришлось все это изучить. Так как компания, она электричеством занимается, мне пришлось изучить все эти вспомнения. Я когда пришла на этот проект, я побежала домой, открыла учебник за 8, 9, 10, 11 класс по физике. Вывезли с собой? Нет, в электронном виде. В электронном виде я открыла, да. А, так, так. Да, и начала вспоминать эти все законы ума, сопротивление и все остальное, все, что я забыла по физике, по электричеству. Но там их немного. Для меня это было много, потому что я гуманитарий. Да, для меня это было много. Да, мне пришлось понять, как работает электричество, ток, трансформаторы, резисторы, транзисторы. И все это изучила и начала тестировать. Так, магнетизм тоже изучали? Магнетизм там не нужен. Так, хорошо. Ладно. Нет. Но уже легче. Да. Так, из того, что вы все-таки, давайте по времени я хочу понять. Три недели туда, потом пришли сюда. Вот от момента, когда вы пришли сюда, вот уже после тренинга, до сегодняшнего дня, сколько времени вы там? Пять недель. Всего? Ой. Так мы совсем... Да, и кстати, где-то вы напомнили, извините, что вот вы спросили, что нужно какое-то дополнение по интервью. Они мне задавали вопрос, три раза, по-моему, один и тот же вопрос. Как быстро ты обучаешься? И они хотели услышать, за какой период времени, что я изучила. То есть нужно было конкретный срок привести, и что ты выучила из этого тренинга, и они хотели именно узнать, какими тулами ты имеешь пользоваться и как быстро ты изучила этот тул. Окей. То есть какой-то софтверный инструмент и как быстро его там хватило. Да, за сколько времени ты выучила Selenium, за сколько времени ты выучила Jira, я сказала, что знаю Jira, за сколько времени ты выучила Bugzilla, за сколько времени... Они вот это вот все спрашивали очень как-то... Я сначала не поняла, зачем они это спрашивают, но потом, когда я начала вот на проекте, я поняла, потому То есть там надо столько applications выучить, столько долларов. Но с другой стороны, надо сказать, что никто не требует совершенного знания. То есть имеется в виду, сколько тебе нужно времени, чтобы начать пользоваться в простом варианте, то есть не имеется в виду совершенное пользование. Не совершенное пользование. То есть они не задавали вопрос, а что эта кнопочка означает все линию, нет. Они просто хотели понять main functionality, главное функционирование программы, ты понимаешь эту программу или нет. То есть в данном случае, давайте я звук пока уберу, в данном случае речь шла о том, насколько человек быстро хватает. Да. Хорошо. Из того, что было с вами за последние пять недель плюс три недели ученичества, слушайте, два месяца уже, за эти два месяца, что для вас было самым сложным? Вот где этот челлендж? Да, это выучить вот эти вот приложения. Их просто за одну неделю выучила сразу пять-шесть предложений, которые я никогда раньше не видела. Наставлял или как вы их изучали? Ну вот был у меня этот наставник, который мне в принципе объяснил быстро, что и дала, как сказать, документации по этим applications. Но там за пределы части нельзя выносить? Дома позаниматься там? Можно. 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 какое-то тестирование. Думаю, что за тестирование? Пошла смотреть. Пошла смотреть. Жена моя. А как это оно органичненько так вписывается? Да. Оказывается, это очень-очень много схожего с юридической профессией. Скажите, в чем? Юрист это все о документах и о правилах, о законах. Так. И тестирование это, я не знаю, 80% у меня о том, чтобы понять requirement. То есть правовую основу изучить? Да. Вот как только вы поймете requirement, то все остальное очень легко. А вот requirement понять иногда бывает очень-очень сложно, потому что он пишется каким-то техническим языком, какими-то другими людьми, и вы не были в беседе, когда это все обсуждалось. Да. И вы должны понять, о чем они беседовали из каких-то requirements, которые существуют. Там есть контекст определенный, конечно. Если ты вне контекста, понять ничего нельзя. Но очень важно, чтобы был кто-то рядом, кто объяснит. Да. Потому что на самом деле вовремя брошенная фраза открывает глаза так, что за месяц сам не поднимешь. Ну а этот человек, он же не постоянно с вами. Ну конечно. И не получается его дергать там. Я только еще хочу сказать, что к сложностям тестирования. Есть тестирование, в котором оказалась Томила, где на самом деле оно больше со стороны пользовательской, потому что самое главное, я понял, надо разобраться с тем, зачем это нужно, потому что проверить работает или не работает уже не сложно. Есть тестирование, технически сложное, где требования требования, но добраться вот туда, понимаешь, вот добраться, нужен такой тонкий инструмент иногда и там где-то, может быть, да, закодировать надо или как-то так залезть с разных сторон. То есть, есть, конечно, очень технические аспекты тестирования, но в данном случае, получается, вы пример того, как человек, который вот юрист, без всякого такого образования, вы не изучали где-то там джаву или там… Только здесь, на курсе. Только в школе у нас чуть-чуть. Ну там чуть-чуть, это так чисто символически. Вы сказали, что вы изучали углублённо автоматизацию. Что вы имели в виду? Я изучала «Селениум», «Тест Инжи». Это помимо класса нашего? Да. Ну как, я дополнительно изучала. Ну а как? Вот что вы? Видео смотрели на Ютубе? Да, видео смотрела, книжек много прочитала по «Селениуму». А не то, что они все одинаковые? Они одинаковые, но из одной книги я поняла, например, что-то одно, из второй книги я поняла, что-то второе. И потом пазл только складывается. То есть из одной книги я не смогла понять всё, что там было написано, например. Иногда писатель… А нет такого, что вот читаешь и думаешь, боже, оно уже устарело? Устарело? Ну конечно, смотришь на софтвер, уже картинки поменялись. Ну, наверное. Наверное. Но я это как-то пропускала. Сложность как бы изучения автоматизации. Это была сложность в том, чтобы понять именно «Селениум» как инструмент? Или, например, «Джаву» там, если вы с «Джавой», или там с «Пайтоном», или с «Руби», я не знаю. Или вот язык программирования, который приделан. Или целый комплекс инструментов, которые как-то друг другом завязаны. В чем сложность? Проблема была в «Мавене». «Мавен», окей. «Мавен», хорошо. В чем проблема? Это очень сложный тум, который сложно понять его. Потом, когда понятно, когда ты его поймёшь, смысл его, очень легко, он облегчает работу. Но, в принципе, вот эта вот организация и… Рабочего места, фактически. Да, организация рабочего места. В средах, в которой ты работаешь, да. «Дом», да, построение тест-кейсов в определённом порядке. Вот это вот было очень сложно. И это самое главное, я поняла. Потому что они все используют «Дом», и все используют вот эту организацию. если, как бы, не понимаешь эту организацию, вот эти все parent и все вот эти вот маленькие штучки. Очень трудно понять. Я встречался с тем, что вот люди, которые изучают, начинают изучать автоматизированное тестирование, у них первые самые… то есть вот первые лекции им рассказали, понятно. «А теперь вот устанавливай, да, сейчас все установим». И вот тут начинается. Потому что это, 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 их там может быть пять штук там вместе, и они как-то должны сложиться, и вот это все должно как-то заработать, и надо пробиться через это. И при этом программирования в этом нет, тестирования в этом нет. Ничего в этом нет, кроме того, что надо установить, и чтобы оно все вместе как-то начало друг с другом функционировать. Да, да. Но когда ты эту часть прошел, дальше намного проще попробовать. Потом да. Правда? Да. Ну, потому что кодирование, оно же все есть в Гугле. Если даже не знаешь, что, как построить фразу, то «Make it Google», и Гугл тебе говорит, как… То есть вы даже вот настолько… Да, да. Вот вы какая. Да, не все люди полезут в Гугл за вопросами кодирования, хотя там ответы есть, конечно. Да, там легко. Ну, что же. Можно сказать, что не боги и горшки обжигают? Вот люди на вас смотрят и говорят, юрист. Но некоторые скажут, да, конечно, она же кандидат наук, она умная. Вот там… Или там она… Это самое… Упорная? Я упорная, да. Ну, надо много учить, я согласна. Первые, я думаю, полгода очень надо много учить, а потом уже ничего учить не надо, насколько я поняла. Потом уже легко. Потом легко, а потом снова надо учить. Да, да. Когда приходит новое какое-то приложение или новый проект опять нужно учить. Ну, там еще начинается, что все-таки надо языки программирования. Ну, да, в том еще, конечно. Для того, чтобы расти, конечно, все время надо учить, учить, учить. Но, во всяком случае, первое плато вы преодолели, оказались на рабочем месте. Знаете, что я вас хочу спросить? С точки зрения обстановки на работе, люди, которые вокруг, отношения между людьми, вот они улыбаются, или они злые, или они улыбаются, но не искренне, или они подсиживают, или они там, я не знаю, битое стекло в тапочки подсыпают. Ну, вот как обстановка? Нет, обстановка нормальная, просто все очень заняты. То есть реально заняты? Реально заняты. У меня даже у самой сейчас нет времени там с кем-то общаться, вообще нет времени. А подружки ваши что говорят? У вас были подружки? Которые на рабочем месте подружки? Нет, до, до. Мало времени уделяют подружкам, да. А подружки не говорят, как это ты, тетка, что-то произошло-то раз и вот это. Нет, просто можно, конечно, гулять на работе, потом брать работу на дом. Я так делать не хочу, я люблю работать дома. Наоборот, работать на работе, а домой уже приходить с закрытым компьютером и как бы не открывать. Поэтому приходится на работе. А на местности у вас есть какая-то крымско-татарская тусовка? Нету, кстати. Можно обратиться? Друзья. Да. А вы можете прям по крымско-татарски высказаться? Языком владеть? Мне будет очень трудно это сделать. Ну, говорите по-русски. Я ищу крымских татар в Силиконовой долине здесь. Есть, есть. Вы знаете, да? Она нам не будет рассказывать. Конечно. Нормально. Я не знаю. Пишите, пожалуйста, мне, куда я не знаю куда-нибудь. У меня, правда, они тут из разных мест. Вот одна у меня была, я помню, из Туркмении. То есть так слово за слово. Потом выясняется там муж, я не помню, кто был таджик или узбек. Сами они были из Туркмении, а она была крымская татарка. Вот они, видимо, еще с тех времен есть. Может быть, я оставлю сообщение, какой-нибудь комментарий под видео? Так вы оставьте сообщение. Вот ищу там друзей крымско-татарских и они смогут вам... Оставлю свои эмейли. Вы знаете, что? Они не смогут вам ничего написать, потому что в Ютубе закрыли личные сообщения. Раньше можно было. Нет, я оставлю свой эмейл. Оставьте свой эмейл. Тогда я оставлю свой эмейл под видео и крымские татары, которые хотят пообщаться со мной... Да, даже прямо из оттуда, из Крыма. Да, пожалуйста, пишите, мне будет очень приятно. Особенно лично встретиться, пообщаться будет очень приятно. Все, значит, если какой крымский татарин приедет, вы можете... Или крымская татарка. Очень симпатичный, кстати, замечал. Можете так вокруг тут показать, путешествовать? Да, да. Почему бы нет, конечно. Вот. Ну что же. А вы английский, у вас хороший. Вот сейчас. С мужем так. Одобряет? Одобряет, да. Да, кстати, учите английский язык. Да. Потому что писать тест-кейсы очень трудно. А нужно быстро писать. А вот такой тогда вопрос я задам, раз эта тема так проскользнула. Может быть, вы подскажете, как найти себе американца хорошего? Нет, не подскажу. Ну, вы-то нашли себе. Не подскажу, не подскажу. Но английский язык учить все равно надо. Друзья, начните с английского. Да, вот. Это хорошее слово. У нас однажды выступала, вот тут сидела напротив меня Оля Брукман, она замужем за американцем, и она инструктирует девочек там немножко, по этой части. Я не знал, что она скажет, но я имел в виду, вот Оленька говорит, давай так, скажем, вот, если, допустим, девочка хочет выйти замуж за американца, самое первое, что она должна сделать? Оля говорит, ну, первым делом надо с тем, что есть, развестись. А то, говорит, некоторые говорят, ну, если найду, значит разведусь, а если нет, то я с этим буду. Вот, значит. Я думаю, что в первую очередь надо приехать сюда и пожить здесь месяц с этим американцем и посмотреть на него сблизи. Но у вас так получилось? У меня так не получилось, но так надо делать. То есть просто побыть вот так? А не получается, что приезжает девочка на чужую территорию, и он такой весь американец, и он ее туда повел, сюда повел, а завтра они расписались, и он говорит, вот тебе тряпка, будешь полной. Ну, нужно месяц пожить, пообщаться, обязательно пообщаться с его друзьями, с его родственниками. Да. Ну, у вас так нормально с друзьями, с родственниками? Да, нормально. Ну, хорошо. Да. Ладно, Томила, давайте мы помашем ручкой всем. Значит, вы так… Удачи вам. Вы правой, а я левой. Так вот помашем и скажем всем привет. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok